Здравствуйте! Это программа в центре событий. В студии Наталья Степанова и коротко о главных темах. Охватить спортом больше половины югорчан. Это закрепили на окружном уровне в поправках в законодательство. И водой облили, и розы подарили армянский праздник Вардавар. Отметили всем сургутам в четвертый раз. Подражая мировым звездам, юные спортсмены могут организовать команду и до конца лета принять участие в турнире «Дворовый футбол». Дойдем до 55%. На заседании правительства Югры внесли изменения в окружную госпрограмму развития физической культуры и спорта до 2030 года. Поправки учитывают один из майских указов президента России Владимира Путина, в котором глава государства отдал распоряжение увеличить долю населения, которое занимается спортом, до 55% к 2024 году. Задача очень серьезная, отметила губернатор региона Наталья Комарова. И важно подобрать именно тот состав мероприятий, который реально будет иметь эффективность. Сегодня, по словам руководителя профильного окружного департамента Игоря Губкина, физкультурой и спортом занимаются 35% югорчан. Впрочем, в правительстве автономии уже есть наработки и план действий, которых и будут придерживаться власти. Это связано, прежде всего, и с специалистами, которые будут тренировать, занимающихся физической культурой и спортом. Это связано с материально-технической базой, с наличием спортивных объектов. Над этим тоже нам необходимо работать. Поставлена высокая планка, но эту планку мы достигнем. К вершине пьедестала, сохраняя традиции, в Нефтьюганском районе прошли международные соревнования. На кубах губернатора Югры погребли на областях. Среди более чем 200 участников были даже представители Африки. О международной спортивной дружбе и борьбе смотрите в нашем следующем материале. История этих стартов насчитывает 18 лет. Последние три года они носят статус международных и проводятся в рамках традиционного праздника коренных жителей Югры вид Хон Хатул, посвященного духу воды. Соревнования на кубок губернатора открывала сама глава региона Наталья Комарова. Вот эти соревнования наши, они с одной стороны, это безусловно спорт, а с другой стороны, и это крайне важно, одно из тех событий, которые мы записываем и предполагаем, состоятся для того, чтобы сохранить народы вместе с их культурой и традицией. Поэтому перед тем, как спортсмены взяли в руки весла, они совершили подношение властителю воды вид Хону, который сопровождается запуском ритуальных стрел из лука. В этом году приобщиться к культуре и традициям Ханты и Манси изъявило желание рекордное количество этноспортсменов из разных уголков мира. Заявки на участие в гонках подали 220 грибцов из 16 стран. Многие из них впервые оказались в Югре и увидели один из главных атрибутов праздника – область. У нас считают, что Сибирь – это холодное место, но у меня теперь другое мнение. Это тёплый край, тёплые люди. В Венгрии мы подготавливались на своих лодках, но сегодня удалось покататься на области. Думали, будет сложнее привыкнуть, но привыкли. И думаю, что сможем успешно выступить. А вот Виталию Русскину из команды Сургутского района к областу не привыкать. Управлять лодкой он научился ещё в раннем детстве и успешно продемонстрировал своё мастерство владения веслом в масс-старте. Он пришёл к финишу вторым, немного уступив чуть более опытному Алексею Тулееву из команды хозяев турнира. С каждым годом конкуренция всё сильнее и сильнее. Это очень интересно, есть к чему стремиться, есть к чему расти. Второе место уже призываю неплохо, но хотелось бы первое. Но тем не менее, не огорчаясь, думаю, всё впереди, ещё молодой, всё впереди, и будем первые. Украшением соревнований стали гонки интернациональных двоек. Наши и зарубежные грибцы, преодолевая языковой барьер, должны были слаженно управлять веслами на пути к финишу. Задача непростая. Но гость из Венгрии Кристоф Хорват, до сегодняшнего дня не управлявший областом, и спортсмен из Берёзова Леоднит Бабанин смогли найти общий язык. В результате их тандем финишировал третьим. Таким результатом дебютант турнира из зала Эгерсега остался доволен. Борьба была очень сильная. Два раза столкнулись с другими участниками. Наверное, только поэтому третий. Я очень доволен, очень рад. Первое место у женщин заняла Наталья Тевлина из Коголыма. Победители и призёры получили дипломы и медали из рук губернатора Югры Натальи Комаровой. Очень мокрый и незабываемо веселый по таким девизам в Сургуте прошёл Вардавар. Этот армянский праздник в честь преображения Господня известен своим обычаям взаимного обливания водой и осыпанием лепестками роз. Традиция отмечать его всем городом у нас прижилась ещё 4 года назад. Не удалось выйти из сухим из воды нашей съёмочной группе. Праздник роз и воды. Так можно перевести на русский язык название армянского праздника. Вардавар по традиции начинается с поздравления старейшин, с песен и танцев. Мужчины дарят девушкам красные розы. К этой традиции в этом году присоединились с Рубицкой администрацией и Дума. Организаторы даже предусмотрели огромный красивый торт для угощения всех горожан. Нововведение – это то, что у нас мастер-класс по выпечке лаваша. Тут же дегустация. Это один из древнейших хлебов. Это, можно сказать, самый первый хлеб на земле. Мы провели сегодня спартакяду среди национальных культурных объединений – шахматы и нарды. У нас сегодня мастер-классы. То есть много чего мы не могли раньше позволить, мы сегодня здесь провели. И я думаю, что людей порядком больше, чем было и в прошлый год. И это очень сильно радует. Погода армянам всегда благоволит. В этот день все четыре года подряд в Сургуте светит и греет яркое солнце. В нашем городе в празднике участвуют представители всех национальностей. Потому что это весело – обливать всех подряд, независимо от возраста и статуса. Ой, хорошо, хорошо. Прекрасный летний день. Вот это как раз тот праздник, который в этот день должен происходить на самом деле. Всех поздравляю, всем желаю позитива, добра. А-а-а! Позитива и добра, ребята! На празднике борцы оспаривали лидерство на татами. Но разве можно серьезно отнестись к драке, если оппоненты перед схваткой танцуют? По разным данным, выплеснули свои эмоции и пожелали другим здоровья и благополучия больше тысячи человек. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Сургут отметил День молодежи. Праздничные мероприятия организовали на трех площадках. У 50-метрового бассейна на улице Университетской, на карьере за Преображенским собором и в парке Засаймой. В зеленой зоне работали 9 платформ. Назад в СССР. Визуальный пикник, воздушные змеи, игровые аттракционы и не только. Сургут Интерновости приняли участие в народных гуляниях. Сегодня в Сургуте живут более 80 тысяч человек от 14 до 30 лет. Наш город самый молодой в Югре. Поэтому и мероприятия для будущего муниципалитета, округа и России организовали множество. На 9 площадках Засаймой занятия по душе мог найти каждый. Были желающие, которые просто мимо проходили к нам, присоединились. Присоединялись также те, кто в принципе не занимался йогой. Были такие желающие. Карина Бальчакова возможность потренироваться решила не упускать. Несмотря на то, что на ее руках тихо посапывала малышка. Причем, как рассказала девушка, дочь уснула прямо во время занятия. Я сейчас в декрете нахожусь и не всегда удобно заниматься. А на улице это замечательная возможность дышать свежим воздухом. Особенно вот ребенок сейчас в Шавасине у меня уснул. Но тренировка, мы периодически с мужем меняемся. То он занимается, то я. Поэтому сегодня попробовали вместе заниматься. И это очень здорово. Для творческой молодежи организовали обыкновенный концерт. Площадка работала в режиме открытого микрофона. Поделиться своим творчеством мог любой. Компания «Метросеть» – партнер Дня молодежи – организовала ярко-красную фотозону. Заглянули в парк «За Саймой» и «Северные львы». Они прибыли в «Зеленую зону», чтобы принять участие в рыцарском турнире. Каждый юный участник праздника был посвящен в войны. Очень много людей подходило пофотографироваться. Народу достаточно много. Городской пленэр для художников. Игровая площадка «Назад в СССР» – легкий город, вязальный пикник. Принять участие в работе любой площадки можно было абсолютно бесплатно. Мы пришли совсем недавно. Самое интересное – это были конкурсы. Мы участвовали в соревнованиях 80-х и 90-х годов. Которые игры. Отличные игры, вышибалы, крокодил. Это были классики. Было очень весело. И несмотря на такой жаркий день, нам все равно все понравилось. Было круто. Мы не только участвовали. В принципе, нам все понравилось. Но мы не только участвовали, мы еще являемся помощниками. Мы их вчера домики делали. То есть, ну а в целом, вот ребенок счастлив. Мне было классно. Я делала змея летучего и разукрашивала вам тут дом. Классно. Татьяна Ширковская, Дарья Давыдова, Милана Саралиева, Денис Зонов. Сургут.Интерновости. Куреш, Чак-Чак и штурм столба Багана-Башин-Алум. В Ленторе отметили национальный праздник Башкир и Татар-Сабантуй. Свои поздравления в Сургутский район передали главы республик. А организовали праздник на средства гранта. Антонина Новикова знает, как еще называется Чак-Чак и кто заложил традицию празднования Сабантуя в Ленторе. Все на Сабантуй. Праздник плуга с размахом отметили в Ленторе. Гости с самого утра приходили на площадь, чтобы посмотреть на подготовку мероприятия. Дети нарядились в национальные костюмы, мужчины надели тюбетейки. Жители Лентора сами задавали атмосферу праздника. Кстати, организовали Сабантуй на средства гранта. 250 тысяч рублей на организацию и проведение в мае выиграло объединение Курултай-Башкир-Югры. Сегодня у нас здесь выросли дети, растут уже внуки. Мы должны передавать культуру традиции народов России, не только башкир-татар, а вообще народов России, чтобы люди были дружные, знали свою историю, культуру и традиции. В нашем округе создаются все условия для того, чтобы сохранить культуру, традиции, сохранить историю своего народа. Вот одним из таких ярких примеров, безусловно, является Сабантуй. Свои поздравления в Сургутский район передали главы Башкортостана и Татарстана Рустем Хамитов и Рустам Миниханов. Поздравили жителей Лентора и руководители муниципалитета. Хорошая традиция, которая пришла от первопроходцев-нефтяников, от первого начальника НГД Ультернгель, праздновать на территории города праздник Сабантуй, праздник народов Башкирии и Татарстана. Но сегодня этот праздник перерос в праздник всех людей, проживающих в нашем городе, всех 42 национальностей. Хорошая традиция, и я считаю, что она должна продолжаться. Это действительно праздник единения и согласия. Один из таких праздников. И действительно это замечательно. Поэтому здесь то, что он перерастает в общий район или в общий окружной, он проводится действительно во многих поселениях и района, и в округе. Еще и по той причине, что действительно, когда с воения Севера шло, очень большое количество людей сюда приезжали, были из Татарстана и Башкирии. Понятно, что они, говорю, принесли не только трудовые подвиги, но и свою культуру, и этот замечательный праздник. После официальной части поднятия флага праздника плуга, председатели башкирского и татарского объединений Лентора пригласили официальных лиц к столу и угостили их блюдами национальной кухни. Вы прекрасно знаете, как мы можем не обойтись без нашего национального, традиционного блюда чак-чак. На татарском мы его называем щик-щаги, а еще баурсак разного вида, как вы видите. В это время для всех гостей Сабантуя стартовала праздничная программа. Под яркие номера творческих коллективов начали работу площадки для игр и состязаний. Национальная борьба куреш, штурм столба, бой мешками, перетягивание каната. Победители получили призы. Каждый желающий мог угоститься яствами в торговых палатках, приобрести памятный сувенир на выставке-ярмарке. А профессиональный фотограф делал снимки на память на фоне тематических декораций. Антонина Новикова, Дарья Давыдова, Дина Шайдулина, Николай Сапожников. Сургут. Интерновости. Россия в четвертьфинале. Наша сборная впервые вышла из одной восьмой мирового первенства по футболу, опередив Испанию. Казалось, бесконечный матч завершился серией пенальти, в которой наш голкипер Игорь Акинфеев отразил принципиальный мяч ногой. Вместе со всей страной болел и Сургут. После финального свистка горожане вышли на улицы, а вместе с ними и сотрудники ГИБДД. У памятника основателям пришлось регулировать движение. Крики, клаксоны и российский гимн не стихали до глубокой ночи. Правда, не обошлось без инцидентов. Сотрудники полиции задержали несколько человек. Теперь сургутяне будут болеть за нашу сборную 7 июля. Подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против сборной Хорватии. А пока профессиональные игроки борются за звание чемпионов мира, свои навыки улучшают юные футболисты Сургута. Приуроченный к Мундиалю соревнования организовал Центр физической подготовки «Надежда». В турнире участвуют дворовые команды. На хоккейном корте «Магистраль» прошло торжественное открытие. В его рамках состоялись товарищеские встречи в двух возрастных группах от 12 до 14 и от 15 до 17 лет. Массовая зарядка и флешмоб «Олимпийские кольца». У нас этим летом в летнюю кампанию организовано 5 спортивных площадок временного пребывания детей для детей и подростков города Сургута. Эти спортивные площадки располагаются в разных микрорайонах города. И многие из них работают по программе «Дворовый футбол». Одна из целей соревнований – популяризация спорта и футбола среди подрастающего поколения. Впрочем, этот турнир не единственный подобный в Сургуте. Ежегодно в городе проходят чемпионы нашего двора и дворовый «Олимп». Матчи идут с июня по август. Участие в них могут принять ребята от 8 до 16 лет. «Подход у нас очень простой. Все в доступности. Вышел из дома. Есть поле. Есть тренер. Можно поиграть. Это мое призвание, так скажем. Мне нравится работать с подрастающим поколением. А детям тоже помогает. Они не просто где-то ходят, гуляют, а занимаются полезным делом». И на этом пока вся информация. До встречи в эфире. Обновленный кинотеатр «Мир» в центре города. Пишая доступность, удобная парковка. Летнее предложение. Купи билет на сайте iKino.ru и получи попкорн в подарок. iKino.ru. Проспект Ленина, 43, 34, 62, 36, 21, 55. Венчера. Типография нашего города. Здесь заказывайте листовки, визитки, фотоальбомы, календари, переплетные работы, удостоверения, книги, сувенирную продукцию. Звоните сейчас. 95 11 05. Код города 34, 62. Вокруг лето, а у нас минус 15. Минус 15% на все в магазине «Сантехника» на Белецкого 2. Например, счетчик воды «Норма» с комплектом подключения всего 579 рублей. Магазин «Сантехника» на Белецкого 2. Подробности акции по телефону 99 50 77. Любят праздник от души взрослые и малыши. Сургутяне, поспешите, вкусный тортик закажите. Торты от кондитерской «Вега» – это золотой ключик к вашему празднику. Молодоженам скидка 20%. При заказе на сайте surguttort.ru скидка 10%. Адрес проспект Ленина, 66, дробь 2. Компания «Жалюзи». Жалюзи всех видов, карнизы для штор, замеры и установка, изготовление за один день. Теперь мы еще и по новому адресу. Улица Геологическая, 9, в торговом центре «Славянский». Телефон 33 33 21. Здравствуйте. Информация о погоде на 2 июля. В студии Алена Раковская. На погоду в Приобье оказывает влияние циклон, доставляя в регион дождевые тучи и довольно прохладный воздух. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 21. Финальная распродажа в салонах «Саламандр». Скидки до 50% на все. Большая распродажа в салонах обуви «Саламандр». Скидка на всю обувь и сумки до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. У «Карапузов» все просто. Молочные смеси для роста. Цены падают, скидки радуют. Детские сухие молочные смеси на 25% дешевле. Только в «Карапузе». «Карапуз». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам успешного дня и до встречи!